Новый подход в вопросах оздоровления ситуации врачи-исследователи начнут готовить в Казанском университете. Направление, востребованное во многих регионах, в том числе в Татарстане, ощущается острая нехватка медицинского персонала. Об инструкции применения нового направления подготовки к КФУ в сюжете Венеры Мухаметовой. Спустя десятилетия Казанский университет вернулся к этой процедуре подготовки врачей. Вводить образовательную инъекцию начнут с этого года в Институте фундаментальной медицины и биологии. Получена лицензия, закуплено оборудование, определены специальности, среди которых редкая для наших широт медицинская кибернетика. На выходе они будут получать диплом, написано будет врач-лечебное дело, врач-стоматолог, провизор, это те, кто фармацевтиру закончил, врач-биохимик, врач-биофизик и врач-кибернетик. Вот шесть специальностей. Медицинская кибернетика это в большей степени медицинская биоинформатика. Они могут работать конкретно на всех приборах диагностических, то есть это врач и ультразвуковой диагност, и врач, работающий на КТ, МРТ, на всех остальных приборах. Что такое острая недостаточность оборудования студенты не узнают. Лаборатории оснащены фундаментально на мировом уровне. В распоряжении будущих врачей фантомные классы с манекенами, симуляционные центры, антомические препараты, что не имеют ничего общего с формалином. Техника придет на помощь при исследовании, например, лекарств. Студентов будут учить проверять их эффективность на клетках. Помимо этого, вместе с сотрудниками института молодые кадры будут разрабатывать новые препараты. Венера Мухаммедова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.